Здравствуйте! О самых актуальных новостях по ту сторону Каспии расскажем прямо сейчас. Меня зовут Руфат Халафов и вы смотрите за Каспием. Еще 25 семей или 96 человек возвращаются в родной город Лачен. В заново отстроенном городе уже бывшие вынужденные переселенцы будут размещены в новых современных домах. Кыргызстан и Азербайджан подписали инвестиционные соглашения о строительстве пятизвездочного отеля на озере Исык-Куль. Казахстанские спасатели, работавшие в зоне бедствия после разрушительного землетрясения в Афганистане, завершили свою миссию и вернулись на родину. 15 октября прошло 20 лет со дня избрания Ильхама Алиева президентом Азербайджана. В этот исторический день глава азербайджанского государства, обещавший во время инаугурации в 2003 году восстановить территориальную цивостность страны, поднял флаг Азербайджана над Ханкинды. За 20 лет под руководством Ильхама Алиева страна добилась значительных достижений в различных областях. Благодаря усилиям лидера страны сегодня Азербайджан представляет собой сильное и процветающее государство, кардинально изменившее геополитические реалии в регионе Южного Кавказа. Непоколебимое желание служить своей стране и народу, сила духа и твердая воля, а также неудержимое стремление к достижению поставленной цели. Эти слова как нельзя лучше описывают главу азербайджанского государства Ильхама Алиева. Возглавив страну в 2003 году, президент дал обещание народу продолжить политический курс своего отца, общенационального лидера Гейдара Алиева. Данное Ильхамам Алиевым обещание притворяется в жизнь. Наследие общенационального лидера живет спустя два десятилетия и будет жить всегда в сердцах азербайджанского народа. Под чутким руководством главы государства страна достигла небывалых высот и занимает достойное место на международной арене и является безоговорочным лидером Южнокавказского региона. «Ровно 20 лет назад азербайджанский народ, оказав мне большое доверие, избрал меня на президентских выборах на пост президента. Обращаясь тогда к родному народу, я дал слово, что буду отстаивать национальные интересы азербайджанского народа и азербайджанского государства, защищать территориальную целостность страны. Я принес клятву, положив руку на конституцию и священный Коран. Рад, что за последние 20 лет все данные мною обещания, все поставленные перед собой задачи, выполнены». За 20 лет Азербайджан достиг значительного экономического роста. Страна стала одним из ведущих экономических центров региона, благодаря развитию нефтегазовой промышленности, инфраструктуры, туризма и других отраслей. Под руководством Ильхама Алиева реализованы различные программы по улучшению социального благосостояния населения, проведены реформы в области здравоохранения, образования и соцобеспечения. Азербайджан является активным участником мировых процессов, налаживает отношения с партнерами и устанавливает дипломатические отношения с новыми странами. И во всем этом прослеживается грамотная внешняя политика Ильхама Алиева. «За эти годы Азербайджан усилился и сумел занять достойное место в мировом масштабе. В мире уже считаются с Азербайджаном. Позиция нашей страны, шаги нашего государства имеют большое значение не только в регионе, но и на более широкой географии. Во многих случаях Азербайджан является автором важных инициатив. За эти годы мы создали прочную политическую и правовую базу для урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. В то же время мы создали сильную экономику, и успехи, достигнутые в этом направлении за последние 20 лет, очевидны. Наша экономика выросла более чем в четыре раза. А сильная экономика означает независимость. Независимость никогда не должна быть условной. Чтобы добиться настоящей независимости, нужно иметь сильную экономику, иметь сильную армию. Тернистый политический путь азербайджанского лидера спустя 20 лет со дня его первой инаугурации ознаменовался еще одной победой – окончательным и полным восстановлением территориальной целостности страны. Причиной тому в очередной раз стали глубокие познания Ильхама Алиева в области геополитики. Речь главы государства в крупнейшем городе Карабахского региона Ханкенди произвела настоящий фурор не только в Азербайджане, но и за его пределами. То, что еще недавно казалось просто невозможным, сегодня является реальностью азербайджанского народа. 20 лет назад, начиная выполнять свои должностные обязанности как президент, я поставил перед собой задачу номер один, чтобы на всех территориях, на всех землях, во всех городах и селах, которые в то время находились под оккупацией, был поднят азербайджанский флаг. «Каждый день, каждый час мы шли к этой священной цели. Мы каждый день приближали этот священный миг. И я неоднократно говорил, что каждый из нас на своем месте своей работой должен приближать этот день. Главная причина того, что мы сегодня находимся здесь, это азербайджанский народ, сыны Азербайджана. Мы вырастили такое молодое поколение, которое было готово идти и шло на смерть за родину, за землю. Да упокоит Аллах души всех наших героев. Мы склоняем головы перед их памятью. Мы, азербайджанский народ, в вечном долгу перед ними». И три года назад, и в течение последних трех лет, и во время проведенных в сентябре антитеррористических мероприятий, азербайджанский солдат, офицер, проявил истинный героизм, патриотизм, самоотверженность. Мы гордимся нашей армией, нашими вооруженными силами. Они – источник нашей гордости. Жизненная цель Ильхама Алиева – освобождение Карабаха от армянской оккупации – была достигнута. Это позволило не только восстановить территориальную целостность страны, вернуть беженцев и вынужденных переселенцев на их историческую родину, но и восстановить историческую справедливость. Впереди ответственная задача – восстановить оккупированные территории, которые на протяжении почти 30 лет подвергались вандализму со стороны армянских оккупантов. Однако и с этой задачей Ильхам Алиев справился на ура. Здесь ведутся активные работы по реконструкции, восстановлению разрушенных городов, сел, инфраструктуры некогда цветущих населенных пунктов. Сегодня Ильхам Алиев достойно продолжает свою политическую деятельность, стремясь к дальнейшему развитию Азербайджана и укреплению его места на международной арене. Непростой путь главы государства к достижению территориальной целостности Азербайджана стал важным этапом в истории страны и показал его решимость и лидерские качества, обеспечив благополучие и процветание азербайджанского народа. Фарид Адилов, CBC. В соответствии с распоряжением президента Азербайджана Ильхам Алиева продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в реконструированный город Лачен. Сегодня утром миграционный караван с бывшими вынужденными переселенцами выехал из жилого комплекса Гопу-парк-3 в городовском районе Баку. 25 семей, то есть 96 человек на данном этапе возвращаются в родные края. В Лачене переселенные семьи будут размещены в дома, в которых они в свое время жили и которые после оккупации были восстановлены или заново отстроены по указанию главы государства. Жители города Лачен выразили благодарность президенту Ильхам Алиеву и первой леди Михрибан Алиевой за всестороннюю заботу и отважной азербайджанской армии, спасшей наши земли от оккупации. Также с большим уважением почтили память азербайджанских героев. На данный момент в Лачене обеспечено постоянное поселение 272 семей, то есть 1052 человек. Мы очень тосковали по родной земле, очень ждали возвращения домой на протяжении 30 лет. Пусть покоится с миром души наших героев, да хранит Аллах наш народ и нашу армию. От лица всех лаченцев благодарю нашего президента. В Бешкеке прошло очередное заседание Совета глав государств СНГ. Какие темы были на повестке, обсудим с российским политологом Михаилом Нежмаковым. Господин Нежмаков, здравствуйте, добрый день. Здравствуйте. Как бы вы подвели итоги встречи, какие главные месседжи важного для страны СНГ политического события были обсуждены? Мы помним, что за все время, пока существует формат СНГ, неоднократно высказывали стептические оценки по поводу того, каковы его перспективы, не является ли это каким-то тупиковым форматом. Но мы видели, что неоднократно на его примере мы видели определенные перспективы у такого формата. И на нынешнем саммите был поднят целый ряд тем, которые могут быть основой для взаимодействия между участниками СНГ. Среди прочего можно отметить и вопрос развития логистических коридоров. Об этом, например, упоминал Джейхун Байрамов, глава МИД Азербайджана, в ходе совещания на уровне глав МИД. Кроме того, конечно, это вопрос и обеспечения безопасности стран-участников Содружества, в том числе в ситуации, когда международная обстановка остается напряженной. И здесь также можно вспомнить прошедшее отдельное совещание руководителей спецслугов-глав стран СНГ, о котором мы наблюдали чуть ранее. И, наконец, мы помним, что территория стран СНГ является важной составляющей тех транспортных коридоров, которые связывают, с одной стороны, например, Китай и Европу. То, что, в частности, скоро будет обсуждаться на саммите в Питине «Один поезд, один путь». И, кроме того, страны Персидского залива с более северными территориями, в рамках чего развивается, скажем, маршрут север-юг, который проходит в том числе через территорию и Азербайджана, и России. Поэтому можно отметить, что действительно потенциал достаточно большой. И, конечно же, кроме вопроса в экономике и безопасности, можно вспомнить и момент культурного взаимодействия. Здесь можно отметить, скажем, упоминавшиеся на саммите вопрос о создании организации в поддержку русского языка. И тот факт, что этот вопрос поднимался и в ходе двусторонних переговоров на полях саммита, скажем, в ходе встречи Элька Малиева и Владимира Путина в рамках этого мероприятия. — Господин Нижбаков, вот как вы и указали, очевидно, что экономическое сотрудничество является ключевым приоритетом для стран СНГ. Что более эффективно работает, на ваш взгляд, в рамках этого сотрудничества? Двусторонние договоренности в этом направлении или инструменты, которые носят общий характер для всего сотрудничества? Какие совместные проекты вы бы отметили в ближайшем будущем, как вы сказали? — Всегда на полях таких саммитов, в принципе, в рамках таких многосторонних форматов, двусторонние форматы тоже получают дополнительный стимул для развития. Мы это видим, опять же, на примере ныне завершившегося саммита государства СНГ. То есть, например, можно отметить, как поднимавшиеся там вопросы о взаимодействии в рамках строительства транспортной инфраструктуры, энергетического сотрудничества, так и вопросы в рамках двустороннего взаимодействия. Вот, скажем, в ходе переговоров Ильха Амалиева и Владимира Путина в Бешкете, мы могли бы отметить, что это не просто была некая двусторонняя встреча, это была, по сути дела, в трече двух делегаций, где с обеих сторон присутствовали лица, определяющие как внешнеполитическую линию этих государств, так и экономические взаимодействия. И плюс к этому вопрос обороны, да, можно вспомнить, что со стороны Азербайджана на этих переговорах присутствовал глава Минобороны страны Закир Гасанов, со стороны России замминистра обороны Александр Фомин. То есть это говорит о том, что действительно дифференцированный подход к взаимодействию такому двустороннему был отражен и в ходе этих переговоров в Бешкете. И, да, если опять же мы рассматриваем пример Азербайджан и России, можно отметить, что здесь поднимался также широкий круг тем экономического сотрудничества от сельского хозяйства и поставок соответствующей продукции на рынке Азербайджан и России, производящейся в этих странах, до, собственно говоря, вопросов того же самого коридора Север-Юг, который обычно затрагивается на переговорах российско-азербайджанских, в самом разном формате разного уровня. То есть скорее можно сказать, что двусторонние и многосторонние форматы в РАГБ и СНГ друг друга дополняют, и здесь есть перспективы для взаимодействия, да, скажем, тот же самый период пандемии показал, что взаимодействие в рамках борьбы с биологическими вызовами, да, тоже очень важное направление. Поэтому потенциал есть, и, да, стоит повториться, что как в двустороннем формате, скажем, вот Россия и Азербайджан, так и в рамках форматов, которые полагает СНГ. Господин Ежимаков, мы знаем с вами, что сейчас в регионе Южного Кавказа важную роль играет урегулирование, мирное урегулирование вопроса, и Азербайджан все еще предлагает мир Армении. Вот здесь вопрос, какую роль может сыграть СНГ в деле заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном? Ну, скорее мы пока видим, так сказать, роль, да, определенную активность самих представителей Баку и Еревана в этом направлении, да, можно вспомнить, скажем, как в ходе визита Тбилиси Ильхам Алиев напомнил о необходимости, да, скорейшей активизации переговоров по мирному соглашению. Так сказать, возможно, здесь определенная роль посредников, да, в частности России, которая неоднократно в такой роли выступала. Но что касается формата СНГ, ну, пока именно под, скажем так, зонтиком Содружества так активно о переговорах между Баку и Ереваном не говорилось, но вполне возможно, что, да, какую-то роль формата СНГ может сыграть в рамку дальнейших переговоров, скажем, по разблокированию транспортных коммуникаций в регионе Южного Кавказа, да, в частности, между Азербайджаном и Арменией, да, то есть если там будут затрагиваться вопросы, да, да, каких-то встраивания, да, вот этого маршрута в более какие-то глобальные логистические коридоры, ну, вполне возможно, что здесь и на площадках СНГ что-то может обсуждаться. Благодарим вас за ваши ответы, господин Нежмаков. И напоминаем нашим зрителям, что с нами на прямой связи был российский политолог Михаил Нежмаков. Вступило в силу соглашение по созданию Азербайджана узбекской инвестиционной компании. Соответствующее распоряжение подписано президентом Азербайджана Ильхам Алиевым. Соглашение между Министерством экономики Азербайджана и Фондом реконструкции и развития Узбекистана было подписано в июле этого года в городе Шуша. Документ оговаривает, что инвесткомпания будет действовать в форме сообщества, в форме общества с ограниченной ответственностью на территории Узбекистана. Ожидается, что соглашение станет значительным вкладом в укрепление связи между регионами и деловыми кругами обеих стран. А отраженные в документе направления будут способствовать росту взаимных инвестиций и товарооборота, а также укреплению экономического сотрудничества. Развитие международного транспортного коридора Китай, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Иран, Турция, Европа представляет интерес для всех сторон. Коридор откроет новые возможности для транзитных грузоперевозок и развития торговых связей между странами. Об этом говорилось на видеоконференции и Министерства транспорта Узбекистана, в которой участвовали представители парафильных ведомств Казахстана, Туркменистана, Ирана и Турции. Стороны обсуждали меры по укреплению подписания соглашения о создании данного международного транспортного коридора. Главной целью такого сотрудничества служит стимулирование торговли в регионе, рост международных и транзитных грузоперевозок и увеличение доходов от них. Среди будущих задач отмечено углубление интеграции Узбекистана в мировые транспортно-логистические сети и повышение потенциала транспортной системы страны. Эти меры определены в стратегии «Узбекистан-2030». Доступность и качество продовольствия для населения. На заседании Совета безопасности Казахстана эти вопросы названы приоритетными. Правительство рассматривает возможные меры поддержки отечественных производителей сельхозпродукции. Продолжительные дожди в период уборочной кампании, нехватка воды для поливов, зазуха и наводнения, усугубляемые изменением климата, негативно сказались на урожайности и качестве зерна. В связи с этим у аграриев могут возникнуть трудности со сбытом продукции и выполнением обязательств по договорам. Согласно обзору Всемирного банка, последствия природных явлений обойдутся республике потери 1,2% ВВП. Этот показатель будет расти до 2,2%. По данным СМЕСТ, свыше 45% посевов зерновых культур находятся в хорошем, 46% в удовлетворительном и 7,5% в плохом состоянии. При этом 181 тысяча гектаров зерновых посевов погибло. Сельское хозяйство Казахстана в этом году испытывает достаточное негативное влияние погодных условий. В связи с этим, например, у нас была большая проблема летом, связанная с засухой и отсутствием воды. Это один момент. Второе, во время уборки основного экспорта ориентированного товара зерна в Казахстане начались дожди в тех районах, где идет основная заготовка этого продукта. Для того, чтобы решить эти вопросы, в Казахстане было предпринято ряд организационных и экономических мер. Первое, организационное, это связано с тем, что в Казахстане был назначен новый министр сельского хозяйства. И впервые за годы независимости было создано самостоятельное министерство, связанное с управлением водными ресурсами Казахстана. Казахстан является страной, которая испытывает нехватку воды. Как отмечает эксперт, семь из восьми водных бассейнов берут начало за пределами республики. И ежегодно уменьшается сток воды. Все это сказывается на развитии сельского хозяйства. Потому что основой любого развития сельского хозяйства является два направления. Первое, это, конечно, водное. И второе, это связано с минеральными удобрениями. Плюс, что касается, например, зерна, то, например, хлебоприемные пункты, они перешли на круглосуточный режим для того, чтобы зерно можно было сушить и собирать. Это один момент. Кроме этого, в Казахстане с точки зрения финансов были предприняты некоторые шаги. Изначально вообще в бюджете было заложено где-то порядка 45 миллиардов тенге на субсидирование той или иной вид их продукции. Фермерам, которые летом понесли потери, предусмотрены страховые выплаты. Это позволит хозяйствам пережить год и не обанкротиться, сообщил эксперт аналитики Всемирного банка. Рекомендует правительству Казахстана включить в среднесрочную экономическую и бюджетную основу стресс-тестирование из разных сценариев зеленого перехода и климатических шоков. В частности, расширить охват всех видов ископаемого топлива акцизами. Это позволит обеспечить поступление в бюджет. Управ делами президента Кыргызстана Канабек Туманбаев сообщил, что Кыргызстан и Азербайджан подписали инвестиционное соглашение о строительстве пятизвездочного отеля на Иссыкуле. Документ был подписан между Кабмином Кыргызстана и правительством Азербайджана. Ранее сообщалось о том, что Кабмин Кыргызстана был намерен предоставить Азербайджану 17 гектаров земли в селе Караой из Сыкульской области. Из них 12 гектаров будет застраиваться, 4 гектара отдадут под парк и 1 гектар будет пляжной зоной, доступной для граждан. Кроме того, Кабмин Кыргызстана обязуется подвести инфраструктуру и построить дорогу до пансионата, освободить отель от налогов на 10 лет, предоставить землю на 49 лет с правом продления пользования. Азербайджан обязуется построить отель в течение трех лет и набрать не менее 70% штата из местных жителей. Сегодня в Самарканде начала работать 25-я сессия Генеральной Ассамблеи Всемирной Туристской Организации. Делегаты Ассамблеи планируют обсудить постпандемийное развитие туризма в мире, а также другие актуальные темы. Запланировано проведение инвестиционного и образовательного форума. Съемочная группа CBC следит за ходом мероприятия и мой коллега Намик Гасанлы выходит на прямую связь. Намик, здравствуй, слово тебе. Добрый день, Ирфат. Мы находимся в Древнем Самарканде, одном из самых известных туристических центров мира. Неудивительно, что здесь проходит 25-я сессия Генеральной Ассамблеи Всемирной Туристической Организации. Расскажу о ВТО. Эта организация включает 158 постоянных членов, несколько непостоянных, 500 аффилированных организаций. И сегодня в Самарканд прилетели делегации из более чем 130 стран, в том числе делегация большая из Азербайджана, возглавляемая председателем Агентства по туризму Азербайджанов Нагиевым. И в данный момент, вот на экране сзади меня, вы можете видеть, что начинается торжественная церемония открытия сессии Генеральной Ассамблеи. С минуты на минуту ожидается приезд президента Узбекистана Шавката Мерзиоева. Он выступит с приветственной речью. И несколько слов хочу сказать о территории, где проводится это мероприятие. Оно было сдано в прошлом году на мероприятие Шанхайской организации сотрудничества. Это грибной канал искусственный, вокруг которого построены отели и бизнес-центр, и конгресс-центр. Это очень прекрасное место. В следующих подключениях мы сможем вам показать наглядно эту красоту. Руфат, вам слово. Спасибо. Намик-Намик Гасанлы отслеживает 25-ю сессию Генеральной Ассамблеи Всемирной Туристской Организации. Афганистан все еще находится в бедственном положении после серии мощных землетрясений, в результате которых погибло 2500 человек. Сила толчков превышала 6 баллов. Казахстан направил в Афганистан не только полторы тонны гуманитарной помощи, но и полсотни спасателей МЧС в наиболее пострадавшие районы. Вот так выглядит пострадавший кишлак, куда прибыли казахстанские спасатели. Землетрясения были такой силы, что от глиняных домов не осталось даже руин. Почти все сравнялось с землей. После непродолжительной беседы с руководством региона спасателям поручен наиболее сложный участок поселок Наибруфин. Сложность заключается в том, что все 700 построек полностью разрушены. Под завалами все еще остаются тела людей. Найти кого-то в живых шансов мало. В отличие от бетонных многоэтажных зданий, которые при разрушении могут образовать проемы и тем самым сохранить жизнь, глиняные дома в кишлаках такой возможности не оставляют. 10 часов 10 минут под завалом найдено и передано родственникам тело ребенка 5 лет. Казахстанские спасатели оказали медицинскую помощь 80 местным жителям, в том числе 11 детям. Во время спасательных работ произошли еще два сильных подземных толчка. В результате чего два соседних кишлака разрушились до основания. Под завалами никого не нашли. Люди к тому времени уже жили в палатках и помощь практически не понадобилась. Казахстанские спасатели закончили свою миссию и в минувшие выходные уже вернулись на родину. Из Центральной Азии гуманитарную помощь Афганистану также оказал и Узбекистан, направив в пострадавшие регионы продукты питания и медикаменты. Димаш Низам, CBC, Казахстан. Казахстан и Китай будут обмениваться персональными данными граждан в сфере миграции. Соответствующий законопроект ратифицировали в Верхней Палате Казахстанского парламента. Вопрос особенно актуален в свете предстоящего безвизового режима двух стран. Далее Насип расскажет подробности. Обмениваться данными своих граждан Казахстан и Китай планируют по закрытым дипломатическим каналам. Никакой утечки персональной информации не будет, уверяют чиновники. Стороны смогут запрашивать информацию о количестве виз, которые ранее получал человек, его безвизовых выездах за рубеж, менял ли он гражданство, нарушал ли миграционное законодательство. Законопроект предусматривает и ответственность за нарушения в обеих странах. То, что касается нарушения сроков пребывания, действительно суммы штрафов в Китайской Народной Республике больше, чем у нас. Но у нас есть возможность выдворять граждан Китая за пределы Республики Казахстан и установить им запрет на пребывание в течение пяти лет. О безвизовом режиме между Казахстаном и Китаем говорят около полугода, но в силу он пока еще не вступил. Не завершены внутристрановые процедуры. Вице-министр внутренних дел объяснил, почему процесс затянулся. Если сейчас начнет работать безвиз, увеличится поток граждан как с одной и с другой стороны. И для того, чтобы контролировать в первую очередь миграцию незаконную, они поставили как одно из условий подписания этих, вернее, начало работы того соглашения подписания вот этого. Китай далеко не первая страна, с которой у Казахстана будут особые безвизовые отношения. Ранее дипломатам удалось достичь договоренности с Сейшелами, Таиландом и Вьетнамом. Внешнеполитическое ведомство регулярно ведет переговоры с разными странами, в том числе и с Евросоюзом. Что касается Евросоюза, на данном этапе мы обсуждаем вопрос об облегчении визового режима, то есть о сокращении тех требований, которые сегодня выставляются странами Евросоюза, в частности странами Шенген, в отношении граждан Казахстана. Что касается других стран, то такая работа проводится. На сегодняшний день у нас 80 двухсторонних соглашений со странами для ДИП-паспортов и порядка 60 двухсторонних соглашений со странами по служебным паспортам и 26 соглашений по национальным паспортам. Авторы закона считают, что ратификация позволит создать правовую основу для сотрудничества в области миграции и станет надежным механизмом для противодействия двойному гражданству, которое запрещено как в Китае, так и в Казахстане. Далияна СИП специально для CBC Азербайджан. Ну это были все актуальные новости по ту сторону Каспия. Вы смотрели за Каспием. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин